Привет, Борис, привет. Привет, добрый вечер. Как жизнь молодая. Прекрасно, я смотрю у вас новая картина. Это уже, как говорится, несколько дней я ее уже заканчиваю. Посмотри, вот, видно, что он рукой вот так вот делает, а этой рукой вот так цветочки держит. Это такой образ получается. Очень, очень выразительный. Тебе нравится, правда? Очень, очень. А как называется? Ну, пока не понятно. Там мне в комментариях пишут на ютубе. Что пишет? То ли Аладдин, то ли Алипаба, то ли еще как-то. Ну, какой-то такой чудесник. Какой-то чудесник. Наверное, он исполняет желание, как джин, который выскочил из бутылки. Помнишь, потерли этот самый чашу или как там кушинчик нашли на море, потерли, он выскочил и готов исполнить желание. У тебя есть желание какое-нибудь? У меня полно желания. Ну да, ты имеешь в первую очередь сейчас встречу провести, да? Да, чтобы нормально. На какую тему? Ну, вот, я бы хотел, с одной стороны, продолжить нашу такую глобальную тему. Мы много говорим об искусстве, о театре. Вот. И в театре мы играем, в общем-то, роли, которые нам, ну, там, предписанные по пьесе, да, которые нам дал режиссер. И мы их играем искусственно, да? То есть мы заранее знаем, какие слова мы должны сказать. Мы к роли разготовимся, мы придумываем и так далее. Вот. Но в жизни-то мы тоже играем всякие роли, да? И в жизни мы делаем... Час они свои, часто они свои. Иногда мы... Да, это отдельный разговор. Но в жизни мы играем роли неосознанно. Вот я же сейчас тоже какую-то роль играю. Я об этом не думаю, да? Я не готовлюсь. Но, тем не менее, я себя как-то на это настраиваю на то, кем я сейчас буду. Мы закончим разговор, я буду играть какую-то другую роль, и так бесконечно. Ну, ты весь свой личный опыт, все, что ты в жизни пережил, обдумал, видел во сне, читал в книгах, смотрел в своих спектаклях, которые ты был зрителем или участником. Весь свой опыт в любой момент жизни, конечно, получается вот эта ситуация реальная, и каждый раз мгновенно включается весь твой личностный опыт со всем твоим бессознательным механизмом, сознательными пониманиями, картиной мира твоей. И в зависимости от твоего состояния, может быть, у тебя это целостная картина, как говорится. Когда ты хорошо понимаешь инстинктивно, что надо сказать, как надо делать, как импровизировать, как ответить, как поступить. А в другой раз бывает, что ты под каким-то шаблоном находишься, как надо себя вести. Есть какие-то ритуальные вещи. Вот, например, я вот садился с тобой разговаривать и думаю, какую маечку надеть. Может быть, яркую, чтобы было привлекательно, а может быть, наоборот, с галстуком. Это ролик, конечно, но самое главное, чтобы роль подходила человеку. Если это продолжить чуть грубже, то вот вы говорили, я задумался, какую мне маечку надеть, и так далее. Все-таки в этом был некий процесс осознанности. А ведь мы часто в жизни вот эти роли свои играем, абсолютно не задумывая, не успевая даже об этом задуматься. Мы играем эти роли неосознанно. И вопрос мой в том, что насколько эти роли, ну, скажем так, они выбраны нами в жизни, да? Или это, стечение обстоятельств, результат воспитания, результат шаблонов, как вы сказали, результат стереотипов. Или страхов, или страхов, или страхов. Навязанных страхов, возможно, не связанных. Ну, все зависит от того, насколько человек целостен. То есть, насколько он нашел себя, обрел себя в жизни. Вот есть люди по своей природе, они еще не учились, допустим, чему-то, но они уже по своей натуре природные. Они добрые, они всегда готовы руку помощи оказать. Вот по природе такие. И вот когда совпадает их природа, совпадает с востребованностью, они счастливы. Потому что они ведут себя естественно и органично понимают, что, когда и как делать. А вдруг востребованность другая, тренд другой в жизни. Например, наступил какой-то период в жизни, другой тренд. Когда доброта не считается востребованной. Когда считается это наивностью, глупостью, примитивностью. А когда, наоборот, человек востребован более жесткий, более меркантильный. Ну, допустим, какая-то выживательная ситуация. Вот родители поэтому не знают, на какие черты опираться при воспитании детей. Воспитывать хорошего человека опасно, не выживет. А воспитывать какого-то жесткого бизнесмена, циничного какого-то руководителя. Ну, протестует родительский инстинкт. Ну, как быть. И вот человек тоже воспитывается в какой-то среде. Вот есть люди, я тебе скажу. Вот я такой, например. Я какой был, я всегда такой и остаюсь. И поэтому у меня много трагедий. Потому что я всегда не совпадал с трендом востребованности. Будучи студентом. Например. Я занимался... Вот я в мединституте учился. И я прочитал струг городских. В понедельник начинается, в субботу. Я любил фантастику тоже, психологию. Прочитал струг городских. И там был институт. Ничего. Научно-исследовательский институт. Чародейство и волшебство. Ну, я... Когда учился в институте медицинском, мне родители сказали, поступай в медицинский институт, потому что ты интересуешься психологией, а там как раз-таки у тебя будут эти возможности. А я туда поступил, и первые два года мы занимались анатомией. Ну, сколько косточек у человека. Как называется это по-русски, и как по-латыни называется. Каждая вырезка, каждая паса. Это такой кошмар. А я же совершенно другое хотел. Я вот тогда создал, начитавшись в Стругацких, создал внутри института еще один институт. Ну, я собрал кружок людей, студентов, которые тоже интересовались, как человек устроен. Да, ну, тоже психология. Я пошел к психиатру, к главному психиатру, Глазову, главный психиатр, который был, и я ему сказал, у нас только на пятом курсе будет психиатр. И прочее. Пока мы до этого дойдем, не могли ли бы вы выделить нам кого-то из ассистентов, чтобы он с нами занимался? Ну, а на следующий день я к нему пришел, а там какой-то интересный в белом халате. Он говорит, вот он будет у вас с вами заниматься. А то вместо того, чтобы спросить меня, что вы хотели там, я бы ему рассказал про психологию, про все это остальное. А он задает вопросы. У кого какие родители, члены или комсомолы там. Короче говоря, потом они меня вызвали на этот самый секретарят, ну, со всех вузов у нас в Махачкале шесть крутых, больших вузов. Больших. И оттуда вызвали этих секретарей комсомольских организаций и устроили показательную порту. То есть вот с одной стороны сидели эти молодые секретари комсомола, а с другой стороны сидел наш проректор, потом сидел наш декан, потом, ну, все такие вот маститые, маститые и преподаватели. Я начал рассказывать про Стругацких, что я собрал людей, что мы хотели сделать, типа, тоже научно-исследовательский институт, что я сам лично пошел к профессору, предложил ему, чтобы он нам выделил ассистента. Ну, то есть я поступал честно, правильно, романтично. Ну, как вы думаете, того возраста. И вдруг получилось, что тут они мне говорят, как ты до этого докатился? А это показательная порта. Как ты мог до этого докатиться? Ну, ты представляешь, ну, это вообще, ну, как-то... Я потом уже через много лет спрашивал одного моего друга, который был тоже там у меня в группе. Я говорю, слушай, а как это могло так получиться? Он говорит, ну, время такое было. То есть я не совпадал, из вашего рассказа я могу сделать вывод, что как раз не нужно прислушиваться к своим желаниям, не нужно быть самим собой, иначе у тебя будет много проблем в жизни. Ну, конечно, было много проблем, что меня не только так порицали и поставили в такое дурацкое положение, кроме того, значит, моих родителей лишили, значит, юбилейных медалей, и как раз праздник был. Мой папа фронтовик, всегда гордился 9 маем, ну, всегда давали юбилейные медали. Мама у меня работала, опять же, декана филологического факультета. Им тоже сделали какое-то порицание, какое-то такое, что кого они воспитали. Ты представляешь, как это было годко? Потому что я не мог понять, что же такое происходит. Потому что мне говорили, не принято в институте создавать еще институты. Ну, это дикость какая-то, но я же сам лично ходил к профессору, предлагал ему, чтобы нам лекцию читали там, ну, может же было сделать факультатив какой-то, но как-то по-другому подойти. Получается так, что путь человека творческого, человеку, пытающегося найти свой путь, свою дорогу. Он всегда тернист, полон драм, трагедии, неудач. Ну, конечно, сквозь терни к звездам говорит. Ну, конечно, конечно, поэтому вот люди, которые на самом деле от природы уже как-то органично, органично уже чувствуют, что они хотят и стойко стоят всю жизнь такими, какими они есть, они играют свою собственную роль. Ну, извините, я перебью, согласитесь, все-таки таких единиц. Мы с самого раннего детства попадаем под пресс стереотипов, общепринятых норм, что можно, что нельзя, и большинство из нас, уже становясь взрослыми людьми, задают себе вопрос и не могут найти на него ответа, а вообще, что я хочу? Такой, казалось бы, простой вопрос для ребенка, для взрослого человека, он же безумно сложным становится. Вы знали, что вы хотите, плюс-минус, там, как вы говорите, вы сначала сами понимали, чего вы хотите, чем вы хотите заниматься, что вам интересно. Но человеку взрослому, который уже был под этим прессом, которому уже там объяснили, что можно, что нельзя, как ему теперь найти вот это свое, свои желания, свой путь, свое занятие. Я думаю, здесь как раз, поскольку ты имеешь дело с театром, ты бы мог сказать, режиссер сам себе, да? Сам себе режиссер должен быть или нет? А я бы, как психопеджиолог, мог бы сказать, близко к режиссеру, я мог бы сказать, а дирижер, кто твой, вот кто твой дирижер, вот потому что я так заметил в процессе исследований научных и практической работы постоянной, заметил, что люди очень часто находятся в состоянии смятения, стресса, шаблонов, шаблонов, и поэтому себя не слышат. А вот когда мы делаем ключевую разгрузку, у нас есть метод и ключ, такое базовое занятие, ключевая разгрузка, и когда он выходит на состояние, когда у него снимается тревожность, страхи, шаблоны мышления и блоки тела, и он так следит задумчиво, он как бы начинает обретать себя, начинает понимать, я говорю, такая у меня любимая фраза, слышать в этой кафонии мирового оркестра и свою собственную внутреннюю музыку, начинает понимать, чего он хочет, как этого проще достичь, то есть он начинает становиться самим собой, обретает себя. Мне кажется, что это надо людям, но мне кажется, с другой стороны, это существует в различных направлениях в культуре, как элементы культуры, в танцах, в песнях, в народных обрядах, в празднествах, а не когда совершают какие-то действия, ну там, хороводы, например, Блок об этом писал, например, как он писал, у него статья была о заговорах и заклинаниях, что из хоровода можно было вынести даже рецепт приготовления вишневого варенья, то есть есть какая-то механика мозга, когда человек совершает какие-то действия, повторяемые, например, которые резонируют с его состоянием, вот дирижер внутренний выстраивается, который гармонизирует, вот ты посмотри, я вот предлагал однажды в театре сделать простую вещь, превратить аудиторию в публику, публика у вас называется, в театр, да, в публику, в соучастника процесса, смотри, каким образом, например, всем предложить найти вот рукой гармоничное движение, просто все сидят и вот так вот гармоничное движение, ищут легкое движение, ищут, ищут, и раз это движение, гармония начинает распространяться по всему телу, и он становится свободнее, свободнее, за счет поиска гармонии, вот он находит, вот смотри, у меня рука пошла, вот так, вот так, и потом тело начинает тоже находить, вот генерализация вот этого раскрепощения, освобождения происходит, и потом такое свободное состояние, я сейчас могу песни, Я сейчас могу стихи читать. То есть у меня появляется какой-то внутренний дирижер. Видимо, вот эти ритмы мозга, частоты. Там какая-то трансформация происходит. И я из суетного состояния сосредоточен, как же мне повести себя, как стоять, как сидеть, как руку держать. Это правильно или неправильно. Я перехожу на состояние своей естественности. Через повторяемость обязательно? Через повторяемость движения обязательно? Тут главное, наверное, не столько повторяемость, сколько выход на автоматизацию какого-то начатого действия. Когда я вхожу в ритм какого-то действия, как ритм бега. Человек вошел и на автомате дальше бежит. И получается, что напряжение сбрасывается. Потому что какой-то процесс мозга, связанный с рутинной работой, переходит на автоматизм. И мозг освобождается для более высоких задач. Там он соединяется с вечностью. То есть поэт это человек, который говорит с вечностью. И у меня появляется вот это состояние. Я могу петь в этот момент, стихи читать там, спрознавать стихотворение. Вот я вчера ложился спать. И в этот момент вспомнил, что оказывается сон можно использовать для того, чтобы делать изобретение. Ну-ка, я сделаю сам сейчас. И я стал настраиваться на то, чтобы найти этот стихотворный лад. Вот этот лад найти. Вот этот найти лад. И вот когда я начал в себе искать лад, засыпая. Я сегодня утром проснулся, и у меня уже новое стихотворение. Там знаешь, какое-то интересное. Я кусочек только скажу. Я кусочек. Кстати, там синтезируется тоже весь опыт. О чем я раньше думал, о чем я раньше пытался что-то делать, там синтезируется. Получились и таксисты, и министры, и шахматисты, и штангисты, и певица. И, конечно, дурачок свой. И, конечно, казачок, который засланный оказался. И дальше, дальше идет. В этой горнице полно. Ой, Господи, не буду дальше говорить, но у меня есть остропикантный момент. Я лучше его напишу, и я тебе потом пришел, я его в стихиру поставлю у себя там. Главное найти вот этого дирижера в себе. И если любой человек захочет попробовать, может ли он слагать стихи. Он может, засыпая, или в какой-то момент удобный для себя, сначала искать. Ну, даже можно соединить вот это идиомоторное движение. Делай, делай, делай. Потом сел, потом начинаешь какой-то ритм себя искать. Искать себе дирижер. Чтобы дирижер был тебе, твой, а не чужой, который тобой дирижирует в этом оркестре. Но когда человек исполняет чужую роль, он, по сути, ступок под дирижером чужим находится. И живет по чужим требованиям. И прогибается под чужие требования. А вот здесь ты находишь в себе своего дирижера, ну ладно, скажу, и режиссера, и писателя, и поэта, и аптекаря. И, короче говоря, вот так вот делаешь, делаешь, потом сидишь и слагаешь, ищешь ритм стихотворный. И оказывается, когда ты находишь ритм, на котором ты хочешь нанизывать, как бусинки, какие-то слова, то у тебя появляется такая какая-то гимна, воспевучесть какая-то. Вот это я прихожу к себе, обретаю себя. Я не знаю, понятно я сейчас говорю или нет, но я расхайпощаюсь. Ну да, мне кажется, во многом да. И я сейчас подумал о том, что ты находишь вот этот собственный темпо-ритм. Да, темпо-ритм, да, именно ты правильно сказал, темпо-ритм. И вот в этом темпо-ритме, когда появляется свой собственный дирижер, ты чувствуешь себя легче, свободнее, и ты начинаешь понимать, да что я так нервничал слушать, да надо было вот не так сказать, а вот так сказать, да свободнее. Причем самое интересное, здесь не появляется анархия. Здесь появляется именно органичность, то есть здесь появляются критерии гармонии и здравого смысла. Это естественность. Я бы назвал это состояние внутренней свободы. То есть снятие блоков, стереотипов, страхов и выход на самое себя. И здесь ты, конечно, находишься в своей роли. Именно в той, которой ты от генетики каким-то рожден, какие у тебя есть способности, они у тебя здесь и открываются. А какие? Конечно, человек творец, по-прежнему. И поэтому, если каждый человек перестанет жить в чужой роли, а выходит на свою, он расчищает свой путь к себе. Он становится самим собой. А что значит человек становится самим собой? Он становится творцом. Вот это интересно. А когда он играет чужие роли в жизни, он исполнитель. А когда ему роль не соответствует, ему сильно надо напрягаться, чтобы ее сыграть. Много энергии, много энергии он тратит. Потому что самая большая энергия тратится, когда он силу воли применяет. Чтобы делать то, чего он не хочет делать. Вот на это преодоление ему приходится так сильно нагибаться, наклоняться, прогибаться. Он тратит. Ну, короче, поэтому болеет. Зельдин же что сказал? Он сто с лишним лет прожил и сказал, самое главное, не переутомляйтесь. Это хорошо. Это хорошо. Ну, я думаю, это прекрасно, наверное, на этой фразе. Ну, слушай, мы сейчас закончим на этой фразе. Ну, представь себе, ты можешь один раз театр сделать из себя такое? Публике все своей сказать. Слушайте, мы сейчас начнем пьесу. Или спектакль, который вы прошли, да. Но пять минут буквально, это входит в саму структуру действа. Просто возьмите руку, вот как вы сидите, и находите вот такой ритм гармонии. Как будто вы звук какой-то дирижируете, там слышите, или просто так делаете рукой. Ну, пять минут, если я не буду делать, а потом начинай свою пьесу. Абсолютно по-другому буду все воспринимать. Актеры абсолютно по-другому будут все играть. А если еще и актеры так будут делать? Да, конечно, это тогда вот это действие будет одновременно. Это моя мечта. Одновременно, чтобы и кино, и книга какая-то, и спектакль какой-то обучали человека вместе с интересным зрелищем давать ему полезную рецептуру для самосохранения, самовоспитания и саморазвития. Вот он пришел на спектакль, а таким маленьким элементом, пятиминутным, он потом на всю жизнь это запомнит. Он это состояние, которое он проведет себя, запомнит. И потом всю жизнь, где бы он ни был, хоть в самолете, хоть в подводной лодке, хоть на войне, хоть на теннисном соревновании, если у него какая-то беда там или что, стресс, он раз это состояние может вспомнить. Вот эту натуря, как на пианино, чтобы настроить, надо натуря, ну или додор, или что-то, камертон. Вот этот камертон надо обрестить себе, чтобы по нему он себе всегда... Может быть, после этого уже и спектакль не надо будет смотреть, потому что он так будет хорошо. Нет, может быть, и смотреть спектакль, но интонировка будет другая. Этот спектакль будет целостный, и актеры будут в празднике. На самом деле, потому что, наконец, они теперь собирают свои роли, ну, высшие роли. Они будут в унисон, в резонансе с публикой, и у них будет чувство гордости, что они вместе, и что они как раз это вот как поворотик, когда пел, однажды я видел, когда он взял какую-то ноту, он так спел, и потом так победоносно оглядел в публику, в том смысле, что вот чего мы можем. Победа духа над телом. Вот-вот. Отлично. Ты что задумался? Я просто представил, как это можно сделать. Вот-вот. Правый же об этом думал, как это можно сделать. Да-да, это интересная штука. Я думаю, если ты у себя это проведешь, пятиминутку такую, вот вообще хорошо, вот раньше люди на пятиминутку шли в буфет пива пить, в театрах, в кино, там, бутерброды кушать, а здесь пятиминутку делать, там, на каких-то антрактах, показать один-два приема ключа, методы ключа. И люди бы уходили со спектакля домой, ой, господи, они бы уходили, это же есть, собственно говоря, то, ради чего театр создан. Потому что ему не хватало только этого. У него все есть в театре, у него не хватало этого. Чтобы человек приходил к самому себе. И актеры, и зрители, в конечном счете, они выходили на себя, на творцов. В конечном счете, любое искусство, оно, наверное, есть. Ну да, да, да. А мы как раз вот с тобой разрабатываем вот это направление, я с точки зрения психофизиологии, с точки зрения режиссера и актера, мы с тобой разрабатываем это направление для театра. Хорошо, очень интересно. И я должен подумать, как это можно сделать. Подумай, в следующий раз выходи ко мне и поговорим еще раз, ладно? Теперь я с ней делаю, да. А мы сейчас знаешь, что сделаем? Мы сейчас нашу запись отправим нашей Наташей Коротковой, которая занимается как раз-таки историей театра. Что она скажет по этому поводу? Она же тоже раньше была директором театра, потом в Гетисе работала. Ну, что она скажет? Потому что она же этим профессионалом занимается. А мы все-таки импровизировали. Но мы импровизировали каждый со своей стороны, со своего опыта. То есть со стороны театрального агентства, а я с остальной науки психофизиологии и психологии. И вот это интересно будет. Давай. Хорошо, я сейчас отправлю. Спасибо, Горя, за встречу. Мне с тобой всегда интересно, потому что у меня есть афорезм, называется «Встреча с личностью эпоха в жизни». До встречи. Пока. Спасибо. До встречи.